Русские новости Русские новости Русские новости Русские новости Теперь, оказывается, может. Олейник берет на себя, у нас в документе прямо написано, что 25 число отстоит от 15 меньше, чем на 10 дней. Таким образом, мы теперь должны считать, что арифметика у этих негодяев, сидящих во власти, этих собянинских выкормышей, именно такова. 25 минус 15 равно 9. Это все должны теперь знать из тех, кто пытается подавать заявки на проведение каких-либо публичных мероприятий, которые не нравятся власти. Если, конечно, власти нравятся, они могут подать когда угодно, за месяц или за три дня, все равно. Мы же прекрасно видим, вон коммунисты, они выгодны власти, так им сразу, прямо на том же самом месте, где мы заказывали митинг, им три дня подряд заказали. Конечно, они три дня подряд не собираются проводить там ничего. Может быть, один раз они соберутся, численность этого митинга будет вряд ли больше, чем наша, потому что, в общем-то, коммунистическая партия после этих выборов умерла окончательно. Это тоже филиал партии «Единая Россия», олигархической группировки, обслуживает только их, больше никого. Обидно, досадно, потому что мы готовились, и у нас ресурсов крайне мало в сравнении с теми партиями, которые получают финансирование прямо из бюджета за наш счет. Может быть, кто-то не знает, там выделяются миллиарды на содержание вот этих партий, которые, в общем-то, являются одной и той же партией. Ну, там как-то пропорционально голосам, которые получены, мы видим и фальсификацию этих голосов, ну, соответственно, и фальсификацию финансовых потоков, которые переключаются, ими же принятыми законами, из бюджета, вот на финансирование всей этой подставной шушеры, якобы представляющей наш народ в Государственной Думе. Ничего этого нет. И, видите, против кого направлена эта деятельность? Нет, коммунистам, пожалуйста, либералам, пожалуйста, и на выборы, и там, и Яблоко, и Парнас, и Партия Роста, и какого там черта только не было, и левые партии, коммунистические любые. Только не национал-патриотов, ни одной национал-патриотической организации на выборах не было. И, видите, этим предоставляются все возможности, были белоленточные шествия, без проблем любая заявка удовлетворялась. У нас, дай бог, половина удовлетворялась, и только в том случае, если они считали, что период такой, что народу особо много не будет, внимания особенно не будет. Средства массовой информации, они всегда дают, это уже поручение такое стабильное, ничего о русском вопросе, ничего о национально-патриотическом движении, ничего, чтобы никто ничего не знал. И когда нам наши же единомышленники предъявляют претензии, а что-то вас не видно, так вы не смотрите, нас и не видно. Вы не делаете репосты, вы не приходите на эти мероприятия, не делаете свои видеосъемки, не комментируете, вы ничего не делаете. Вы только говорите, а что-то вы как-то слабенько работаете. Ну, давайте работать вместе, тогда будет и не слабенько. Пока у нас уровень наших митингов, это 100 человек в Москве, ну, бывает 200, очень редко бывает 500. Но если будет, будут у нас тысячные митинги, другое дело, хотя бы один проведем такой, пока мы не видим активности граждан, которые нас все время упрекают. Где бы только они ни были, везде вот эти упреки, весьма дурацкие. Вот, например, я начал выпускать короткие новости, и тут же мне вот умники начинают писать, а вы не сказали про это, а вы не сказали про то. Понимаете, я уже четверть века говорю о том, и об этом, и обо всем. На самом деле все темы уже давно освещены, причем самым фундаментальным образом. Ну, до сих пор я вообще делал передачи в течение двух лет, у которых формат был от получаса до часа, а то и больше. Там многие вопросы разбирались очень подробно. Но если вы этого не видели, с какой же стати вы решили, что я за 10 минут вам расскажу все, что я думаю по данному конкретному вопросу. Поэтому не надо, не надо тут умничать, не надо рассказывать, что о чем там я не сказал, я сказал обо всем. Любую тему, какую вы бы не выбрали из общественно-политической, она уже освещена. Причем освещена и письменно, и устно, и во всех отношениях, и со всех ракурсов. Вот просто мы вынуждены повторяться из-за того, что многие люди остаются не в курсе, и у них до мозгов что-то там не долетело. Еще раз, не надо умничать. Если вы хотите что-то сообщить в комментариях, ради бога сообщайте. Только не надо с упреками приходить, что вы там что-то не то сказали, вы недосказали. В особенности я прошу не приходить провокаторов, потому что я сразу их вырубаю из всех комментариев. Например, мне в последнее время стали писать такие любители подпольщины. Они говорят, нам нужны подпольные структуры, вот все, публично мы ничего не добиваемся. У вас наверняка есть, давайте мы соединимся. Но я же понимаю, кто это пишет. Я, естественно, таких людей сразу блокирую, чтобы они больше мне никогда не писали. Или пишут другие провокаторы, говорят, о, вы там на митинг, вы на митинг какие-то еще и заявки подаете. Какие вы терпилы, вы жалкие люди, вы у этого противного режима, у этих русофобов, вы спрашиваете разрешение проводить митинги. Да, вы спрашиваем, потому что мы знаем, что нас по любому поводу могут задержать, посадить в кутузку и осудить. Как сидит Кирилл Барабаш уже в течение года, уже несколько месяцев сидит Юрий Екишев и уже много лет сидит за решеткой Владимир Квачков. И многие, многие другие, кого можно было бы перечислять, кто подвергается репрессиям, вот сейчас задерживают, останавливают, заключают под стражу, возбуждают фиктивные уголовные дела. Нам совершенно не улыбается ни самим оказаться за решеткой, ни кого-то подставить. Поэтому мы действуем строго в соответствии с законом, даже когда против нас люди типа Олейника или главы Мосгорпрокуратуры действуют беззаконными методами. Мы действуем только законными методами. Еще хотел несколько слов сказать, это как бы именно в коротком формате, без какой-то глубины. Посмотрите, кто нами правит и что это за люди. Я удивляюсь просто, что кто-то вообще может, что это за человек, который ориентируется на образ Путина или руководителей партий, чтобы за них проголосовать. Поэтому действительно ходили, голосовали не в том объеме, который нам представила Центральная избирательная комиссия. Это все ложь, вранье и настолько очевидно для тех, кто внимательно наблюдает за процессом, что просто остается только руками развести. Как можно так цинично врать госпожа Панфилова? Или вы совершенно уже лишены всякого рассудка, или вы лишены совести. А скорее всего и того и другого. Я уже не говорю про всех остальных, про этих учителей, которые, как они вообще могут прикасаться к образовательному процессу, если они заталкивают эти бюллетени по заданию партии правительства. Мерзость. Мы возвращаемся к какой-то советской геронтократии. Все пронизано гниением. Я уже говорил про гниющий рот у Жириновского. Он открывает рот, а там чернота прямо такая сквозь зубы. И вот все образы, которые нам представляются как лицо той или иной политической силы, они абсолютно гнилые. Посмотрите на Путина. Это же маска Фантомаса. Весь истыканный этими инъекциями для того, чтобы как-то расправить морщины, которые на самом деле не уродуют человека. Они говорят о его жизненном опыте, о мудрости. Но дело в том, что с возрастом мимические все складки, они проявляют характер человека. И если бы Путин прекратил эти инъекции, мы бы увидели жуткую рожу, просто рожу ужасную, на которой весь порог был бы, как говорится, на лице. Посмотрите на Медведева. Ну что это? Действительно лицо какого-то дегенерата. Разве этот человек может представлять какую-то политическую силу? Разве он может представлять Россию? Вот представьте, Россия – это лицо Путина и Медведева. Ну это же ужас какой-то. Это же позорище. Позорище на весь мир. Ну посмотрите на других политических лидеров. Они тоже не красавцы. Но вот такого уродства трудно себе представить, чтобы оно где-то существовало. Да, там какая-нибудь Меркель не красавица. Ну там как-то весь эстеблишмент держит себя в руках. Вот она на себя образ домохозяйки приняла, там в какой-то растянутой кофточке ходит. Ну это вот у них, у немцев тоже такой вот бзик. Ну сейчас популярность Меркель на нуле. А у нас рассказывают про популярность Путина там 83% или 87%. Это, конечно, вранье. И рядом нет такой популярности. Я уверен, что если бы мы провели бы независимое расследование, то мы бы получили процентов 10. Вот симпатии лично к Путину. Ну есть такие сумасшедшие, которые смотрят на абсолютно порочное лицо. Прекрасно знают о том, что страна в полном развале и идет просто к кошмарной катастрофе. Но тем не менее, вот они не могут вот без этого. Они не могут без начальника. Но начальник для них всегда прекрасен. Ну это как вот падший ангел, бес, который прикидывается прекрасным. И вот в глазах слепых он кажется каким-то вот воплощением чуть ли не античной красоты. Посмотрите на других лидеров, которые представляли свои партии на выборах. Ключевые, посмотрим. Да, гниющий Жириновский. Ну ужасный, просто вот как будто выдолбленный тупым зубилом Зюганов. На него же страшно смотреть. Страшно смотреть. Посмотрите на Миронова. Он тоже весь изрезан этими операциями, инъекциями. Ну страшное просто лицо. Страшное. И посмотрите на этих людей. Эти люди в политике находятся десятилетиями. При этом из них никто ничего не писал. Вообще никогда никаких ни статей, ни книг, никогда не занимался научной работой. Хотя все они там со степенями, но они никогда этим не занимались. Понимаете? Они не в состоянии написать даже страницы связанного текста. Они никогда, хотя все время находятся в законодательных структурах, никогда не выдвигали никаких значимых правовых инициатив. Ну да, там они подписывают то, что там скажут, что-нибудь юристы нашлепают и так далее. Никогда никаких фундаментальных законопроектов или каких-то в целом меняющих правовую среду инициатив. Никогда, ничего, вообще никогда и ничего. Ничего не было, я вам говорю, как внимательный наблюдатель. Эти люди не умеют общаться, они не умеют говорить. Ну, Путин там привык такой вот с охмыками, ухмылочками, усмешечками, там с журналистами разговаривать. Со специалистами он разговаривать не может, потому что он не имеет вообще никакого образования. То образование, которое у него якобы есть, это не образование. Юридический вуз советских времен это не образование. У него нет никаких инженерных знаний, никаких гуманитарных знаний, вообще ничего. И он, если что-то помнит из своего образования, это несколько фраз, типа там декабристы разбудили Герцена и так далее, из ленинских работ, которые его заставляли студировать. Медведев вообще не умеет говорить, вообще. То есть с бумажки может что-то зачитать, но вот произнести какую-то спонтанную речь, вот сейчас я спонтанно говорю, я не знаю там, что я буду говорить дальше, но у меня мысль течет и одно предложение к другому начинает подвязываться. Конечно, есть и речевые грехи, у кого их нет, но способность просто рассуждать на какую-то тему, способность выступить без бумажки, зная основополагающие мысли и их излагать, это же основа вообще человеческого интеллекта. Если этого нет, значит и интеллекта нет. Но нет интеллекта у этих людей. Посмотрите на Жириновского, ну это же человек, у которого мысль предшествующая забывается через несколько секунд. В одной речи он может сказать прямо противоположное. У него только визги и писки, у него никогда нет какой-то слаженной и сопряженной с какой-то мыслью речи. Это всегда какой-нибудь писк, обличение, брызгание слюной. Отсутствует способность мыслить во время говорения. Отсутствует, ее никогда и не было. И Миронов тоже абсолютно не может связать двух слов. Я не говорю, там Грызлов там был председателем Государственной Думы или Нарышкин. Это люди абсолютно не способные говорить, элементарно. Но это же просто должно быть умение политика, которая общается с публикой. Политика это то, что публично происходит. Все эти шашни закулисные, это не политика, это политиканство, это заговор. Заговор их против нас. Там они, наверное, просто виртуозы. Поэтому они вот и наверху. А для нас они не могут даже двух слов связать. Вот какие-то видеоролики, вот они могут что-то такое представить себя, подкрасить, подчистить. Но они небрежны к своему телу, они небрежны к своему лицу. Они небрежны в речи, они небрежны в писании. Они во всем профаны. Во всем профаны, кроме вот этих закулисных шашней, которые убивают нашу страну и наш народ. Как мы к ним должны относиться? Ну как к омерзительным существам, как внешне, так и внутренне. У них нет ни интеллекта, ни внешности, ни способности хоть что-то полезное делать для страны. Поэтому для нас они не просто враги, а эстетически непереносимые личности. Мы не можем иметь с ними ничего общего. Вступать в их организации, а с чем-то с ними полемизировать. Это ноль. Это просто интеллектуальный ноль. И это люди, которые, кроме враждебной деятельности в отношении России и русских, ничем больше не занимаются. Я надеюсь, этот вывод близок к подавляющему большинству русских, которые на последние парламентские выборы просто не пришли. Давайте в их мероприятиях не участвовать, но участвовать в мероприятиях русского движения. Русский национальный фронт, партия Великая Россия, приглашает вас к самому плотному сотрудничеству информационному и организационному. Митинг мы обязательно проведем, сообщим, когда получим согласование вот этой гнусной власти. А когда будет наша власть, то свобода митингов будет обеспечена даже для наших врагов, которых мы будем изобличать именно материалами этих митингов. За русскую власть. Слава России. Слава России.